Не заплатили за коммунальные услуги, можете лишиться автомобиля и другого имущества. Долг по квартплате одного из тольяттинцев вырос до 100 тысяч рублей. Он не платил с 2019 года. Надеялся, что сможет все компенсировать в любой момент, но этого не произошло. Теперь его машину изъяли. Если в течение 10 дней он не оплатит долг за квартиру, машину пустят с молотка. Обо всем подробнее в нашем следующем материале. Этот автомобиль припаркован без нарушений, но его все равно эвакуируют. Причина – долги хозяина за коммунальные услуги. Управляющая компания ДЖКХ два года пыталась урегулировать этот вопрос мирным путем. Но все тщетно. Сумма задолженности выросла до 100 тысяч рублей. С должниками проводятся работы и до судебного урегулирования. Неоднократно вызываются повестками и в службу судебных приставов исполнителей. И к нам на конфликтной комиссии также уведомлениями вызываются должники. Кроме конфискации имущества и ареста, у нас также накладывается арест на счета банковские должника, где имеются средства. Также направляется на работу, обращение взыскания. Также, если человек пенсионного возраста направляется на пенсию, постановление судебного пристава исполнителя. Машину пока поместят на специальную стоянку. А если в течение 10 дней владелец не оплатит долг, автомобиль пустят с молотка и на вырученные деньги погасят коммунальные долги хозяина. Должнику устанавливаем 10-дневный срок для оплаты полной задолженности. Если он не оплачивает, то имущество уходит на реализацию. Заранее, чтобы подстраховаться, вы можете проверить свои задолженности на сайте ФССП в Самарской области. То есть вводите свои фамилии и имя, свои данные. И там будет описано, имеется какая-то у вас задолженность. Вопрос неплатежей для управляющей компании ДЖКХ непростой. Сегодня коммунальщикам жильцы домов во всех районах города задолжали более 1 миллиарда рублей. Тем не менее, представители управляющей компании очень избирательно относятся к разным категориям неплательщиков. Если человек задолжал из-за трудной жизненной ситуации, ему наоборот оказывают всю возможную помощь по рассрочке долга. В нашей управляющей компании есть специальные конфликтные комиссии, установленные в каждом районе. Это автозаводский район на Цветном 15, это центральный район Победы 41 и также на Коммунистической 36 в Комсомольском районе. Там работают сотрудники, которые предлагают реструктуризацию задолженности, которые заключают соглашение о рассрочке. Соответственно, к таким должникам принудительные меры не применяются. Те же должники, которые вполне могут оплачивать коммунальные платежи, но по разным причинам этого не делают, могут лишиться не только транспортных средств. Конфисковываются и ценные вещи, которые также идут на реализацию, если в течение 10 дней долг так и не будет погашен. Кроме того, управляющая компания вправе поставить заглушки на канализацию и отключить электроэнергию. Некоторые жильцы самостоятельно восстанавливают электроснабжение. Но делают они это некомпетентно. Поэтому такое подсоединение нередко заканчивается пожарами. Кроме того, за такую самодеятельность предусмотрены крупные административные штрафы. Из-за безответственности неплательщиков неудобства могут испытывать жильцы всего дома. Будет уменьшаться качество обслуживания дома. Будет невозможно выполнить все те условия по ГОСТу и по СНИПам, которые должна выполнять управляющая компания при обслуживании данного дома. По дому большой долг, но стараемся работать с должниками своевременно и также качественно. Значит, дом тянет назад шесть квартир. Взыскание долгов никому большого удовольствия не доставляет. Но деньги необходимы на содержание и ремонт домов. Лучше заплатить вовремя и спать спокойно. Так считает все больше тольятинцев. Юрий Соколов, Дмитрий Котельников. Новости Тольятти.